Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа прямой эфир и с вами Ирина Кузина. Сегодня у нас в студии Нина Сухарева, руководитель Центра поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Нина, спасибо, что вы пришли к нам в студию. Еще в начале того года мы с вами встречались, обсуждали как раз-таки создание моего бизнеса, этого центра. А сегодня уже нужно нам с вами подвести предварительные результаты, об итогах рассказать работы, немного об этом. Спасибо, что дали возможность снова прийти в студию, потому что на сегодняшний день вопрос о поддержке малого-среднего бизнеса весьма актуален. Цель создания Центра поддержки предпринимательства и Центра «Мой бизнес» была как раз направлена на то, чтобы объединить малый и средний бизнес, дать возможность будущим предпринимателям получить необходимую информацию для ведения бизнеса. Было отличным решением создать данный центр. Губернатор Тверской области дал задачу реализовывать нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства. И сегодня мы можем сказать, что действительно есть хорошие плоды и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Хотела бы отметить, что такое Центр поддержки предпринимательства, что такое Центр «Мой бизнес» и что там можно получить. Основная тема данного центра – это объединить предпринимателей, сделать точку притяжения для тверских предпринимателей, для предпринимателей из региона Тверской области. Мы также стараемся не обделять их вниманием. И для компаний или для физических лиц, на данный момент которых только есть идея открыть бизнес, и наша цель – максимально их поддержать, как информационно, так и дать возможность получить какое-то финансирование на их проекты, дать им возможность участвовать во всех наших мероприятиях. В Центре «Мой бизнес» вы можете получить поддержку как Центр поддержки предпринимательства, фонда содействия кредитования, агропромышленного комплекса. У нас есть окна МФЦ для юридических лиц. У нас фонд развития промышленности также находится на нашей площадке, Центр поддержки экспорта. То есть смысл в том, что человек приходит, будь он юридическое лицо, физическое лицо, он найдет для себя ответы практически на все вопросы. Приходите, город Верь, проспект Победы, дом 14. Вас встречает девушка на ресепшене и, собственно, задает вопрос. Вы уже действующий предприниматель, либо будущий? И дальше вас распределяют по окнам специалистов. Вы можете пройти все необходимых консультантов, которые дадут возможность получить ответы на все ваши вопросы, познакомиться со списком ближайших образовательных мероприятий, со списком выставок, покажут Центр. У нас, допустим, в Центре существует коворкинг, то есть будучи предпринимателем, но у вас, допустим, нет еще своего офиса, но вы хотите вести какую-то уже деятельность. Пожалуйста, приходите, для вас созданы рабочие места, компьютер, телефон, что-то распечатать, принтер. То есть любая компания может прийти, оставить заявку абсолютно бесплатно с 8 часов утра до 7 вечера проводить полноценный рабочий день. Какие результаты? Я знаю, что когда только-только вы создавались, был определенный страх, придут или нет. А сейчас как? Действительно страх был, потому что они знали, насколько мы будем востребованными. Да, мы знали, что есть боль предпринимателя, им нужна поддержка, им нужна информация. Но вот мы открылись, будут ли к нам эти люди, будут ли они довольны тем, что... Вы делаете? Да, что мы делаем. Действительно спрос есть. За прошедший год прошло более 100 образовательных мероприятий, примерно 3000 человек участников, и только 1600 из них — это зарегистрированные юридические лица. То есть мы видим спрос, что компаниям интересна наша поддержка, и людям, которые хотят открыть свой бизнес. То есть это порядка 1400 человек, которые проявили активный интерес к организации бизнеса. Практически каждый день у нас проходят не менее 20 консультаций по различным направлениям. Минимум три раза в неделю проходят образовательные мероприятия. То есть вот за 2019 год у нас получили поддержку порядка двух тысяч человек получили консультации. Это как физические лица, которые хотят начать бизнес, это и уже созданные предприятия. У нас прошло более 10 выставочных мероприятий. То есть компании, которые что-то производят в Тверской области, либо какие-то оказывают услуги, имеют возможность бесплатно оказаться на коллективном стенде Тверской области, проработать выставку. И все это абсолютно бесплатно. То есть компания экономит в себе большое количество средств. То есть правильно я понимаю, что все услуги, которые оказываются, они бесплатные? Все верно. Все услуги у нас абсолютно бесплатные. У нас есть финансовая поддержка, есть нефинансовая. Финансовую поддержку можно получать в фонде содействия кредитования. Это кредиты для бизнеса. Нефинансовую, в центре поддержки предпринимательства, в центре поддержки экспорта. То есть мы оказываем софинансирование сертификации продукции, софинансирование в патентовании. Даем возможность бесплатного участия в выставочных мероприятиях и бизнес-миссиях. Хочу отметить, что это не только по России, но и за рубежом. И также вы берете на себя ответственность привести предпринимателя, для того, чтобы он себя показал, в том числе и за рубежом? Конечно. Мы готовим программу с нуля. Выбираем страну, то есть просчитываем, в какой стране было бы интереснее оказаться нашим предприятием, где есть спрос на российскую продукцию или на российские услуги. Готовим программу, готовим делегацию из Тверской области, прорабатываем программу на стороне другой страны. То есть, чтобы компания приехала, у него было не менее пяти встреч результативных по его направлению. Привлекаем переводчиков, привлекаем торговое представительство Российской Федерации. Активно взаимодействуем со структурами на территории других государств. То есть полностью люди приезжают, у них готовая программа. Это, конечно, безумно помогает, потому что поехать одному предпринимателю в другую страну, особенно если нет языка, нет государственной поддержки, человек теряется. Ну и, соответственно, конечно, когда предприятия иностранные видят, что люди приехали, делегации, у них есть государственная поддержка, то они уже по-другому относятся. Они понимают, да, что с этими компаниями можно работать, что их никто не обманет. И это нам помогает наиболее результативно провести такие мероприятия. А вот если, например, сформировать некий образ, имидж Тверской области, чем мы в первую очередь на сегодняшний день интересны? У нас большое количество компаний, которые производят товары, продукты питания, металлообработка, деревообработка. То есть все эти компании активно участвуют, строительные компании. То есть они все сами по себе активные. Большое им спасибо, что они участвуют во всех наших направлениях, выставках и образовательных мероприятиях. Очень часто компании начинают делиться опытом. То есть в том году мы провели фабрику предпринимательства, фабрика старта, фабрика про. То есть для начинающих предприятий и для существующих, которые хотят свой бизнес вывести на новый уровень. Либо для начинающих, где только мы хотим создать компанию, но не знаем как и что. То есть два месяца образовательных мероприятий у нас работали наставники. То есть это уже действующие предприниматели Тверской области. Среди них как раз и представители передовых отраслей. И они делились опытом, наставляли. А все-таки какое лицо у тверского бизнеса, мужское или женское? Вы знаете, были приятно удивлены. Конечно, может быть, чуть более 50% это мужское лицо. Но наши дорогие женщины, они абсолютно не сдают свои позиции. Они становятся активнее и активнее. Они чувствуют в себе силы. А почувствовать в себе силы при государственной поддержке у нас планируется специальное образовательное мероприятие для мам, предпринимателей, допустим, женщины в декрете, которые хотят вести бизнес. Но в то же время у них какие-то есть домашние еще обязанности. Проработали программу. Скоро уже объявим о старте данных образовательных мероприятий. То есть государство сейчас очень активно поддерживает и женщин-предпринимателей, и мам-предпринимателей. Мы это активно транслируем в наших и социальных сетях, и на сайте. И просто это проговариваем, что женщины еще больше и больше начинают верить в себя и иногда дают фору мужскому населению. Есть финансовая поддержка, есть поддержка информационная. Эти задачи уже выполнены. Что впереди? Мы не хотели бы останавливаться на достигнутом. Мы взяли очень высокий темп по образовательным мероприятиям. Мы проехали все регионы Тверской области, потому что понимаем, что присутствовать и приезжать в Тверь, допустим, из далеких регионов нелегко. Поэтому скоро начнутся, так сказать, новые гастроли, новый старт образовательных мероприятий по регионам. Уже сейчас можно на сайте ознакомиться с образовательными мероприятиями на ближайший месяц. У нас уже прошло порядка пяти выставочных мероприятий, и в течение года мы планируем провести не менее 20. У нас уже поступают и обрабатываются заявки на софинансирование сертификации. То есть компания что-то хочет вывести код свой продукт, нужна сертификация. В этом году хотели бы особого внимания уделить выходу на электронные площадки, так как показывает практика, что выходы на те же электронные площадки, как российские, так и иностранные, приносят достаточно неплохую прибыль компании, что помогает нам развиваться больше и больше, увеличить рабочий штат, вкладываться в развитие, в новое оборудование и так далее. Также в этом году мы проработали момент, что есть возможность софинансировать регистрацию торговой марки. Это тоже очень востребованным оказалось. Мы стараемся быть гибкими, то есть получаем запросы от компаний. На что можем сейчас оказать поддержку? Мы все оказываем, если видим, что поступает запрос на какие-то необходимые поддержки, но пока у нас, допустим, она была еще не востребована. Дело максимально возможное, чтобы донести до руководства, что нам нужно. Да, компаниям это нужно. Пожалуйста. А отдельное направление для инвесторов, что это такое? Вот в этом году существует льготное предоставление территории на территории технопарка. Это территории для каких-то компаний, полностью оборудованные электричеством, водоснабжением, которые компании могут получить абсолютно без торгов и по очень льготным условиям. Спасибо, что вы пришли к нам в студию, ответили на все вопросы. До встречи в следующий раз. До встречи. Будем рады вас видеть. А также у кого-то, если возникли вопросы, ждем вас по адресу Проспект Победы, 14, или можете позвонить по телефону 8 800 211 69. Там ответят на все вопросы, которые касаются именно вашего бизнеса. До свидания. Это была программа «Прямой эфир». Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин